Почему автономы редко выходят на связь? Почему автономы редко вообще общаются с кем бы то ни было? Наверное, начну с того, что когда человек выходит в автономию, это, наверное, после трех месяцев можно сказать, что он уже в принципе узнал, что такое автономия, насколько это ему комфортно, насколько это его и что такое автономия. И после трех месяцев, если кто-то начинает вещать после трех месяцев, шести месяцев, ближе к году, то очень много бывает отзывов в комментариях достаточно негативных. Некоторые люди, конечно же, не все, в основном очень благодарны люди тем, кто рассказывает о своем опыте, чтобы хоть как-нибудь, хоть немножечко понимать, что происходит с ними, что они не одни такие, что есть такие же люди с такими же абсолютно с такими же срывами, с такими же выбросами в какую-то непонятную реальность. Все то же самое, как у всех. Плюс-минус немножечко отличаются, но в принципе все то же самое, наверное, как все мы проходим. Но очень много разоблачителей. Это тех людей, которые сами либо не практикуют, либо у них какой-то получился негативный опыт именно с практиками сухих дней по разным причинам. И чтобы с этим не сталкиваться некоторые, конечно же, не выходят и стараются в своих практиках быть самостоятельными. Но есть и другие, другая категория автономов, другая категория людей, которые не употребляют физической пищи и не употребляют жидкости. Это те люди, которые находятся в таком состоянии более двух лет. Это те люди, которым уже не совсем интересно отвечать на одни и те же вопросы в течение как минимум двух лет. Это те люди, у которых идут уже другие процессы. Они более глубокие, с иными проработками. И там уже не идет речь о физической пищи либо жидкости. Там будут абсолютно глубокие, я бы даже сказала, в иной плотности, с трансформации своего физического тела, проработки. Их уже не всегда хочется выносить наружу. Их хочется, наверное, прочувствовать, ощутить вот эту глубину внутри себя. И если кто-то в этом состоянии готов делиться какими-то своими наработками, то это, конечно же, огромный респект этим людям, потому что это достаточно тяжело быть в своих проработках и при этом еще помогать и подсказывать, направлять людей по их собственному пути. Именно поэтому не так много людей, которые готовы делиться своим опытом, рассказывать и направлять. И ваша поддержка очень необходима, крайне необходима, я бы сказала. Потому что негативных отзывов, я еще раз повторюсь, достаточно много. Много людей-разоблачителей, которые прям пытаются, пытаются сделать все, чтобы показать, насколько они правы и насколько вы не правы. Поэтому это очень важно. Людей, которые не кушают и не пьют физическую пищу и жидкость, их больше, чем вы думаете. Их действительно очень много, но не все готовы выходить в массы, выходить и вещать так. Но люди, которые перестают кушать, они со многими начинают общаться. Так складывается их круг общения. И это здорово. Это достаточно интересные глубокие люди, которые находятся на другом уровне познания, на другом уровне осознания. И это здорово. Спасибо.